В Ненецкий округ пришла большая вода. Первыми на себе это ощутили жители Харуты. В посёлке установилась очень тёплая погода, плюс 20 градусов, начал активно таять снег. Вода в реке Азьва в правом притоке Усы за два дня поднялась на 6 метров. По данным, на 17 часов 7 июня дошла до отметки в 10 метров 6 сантиметров. На территории хоседохарского поселения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Метеорологи прогнозируют дальнейший рост паводковых вод. 9-10 июня их уровень достигнет 11 метров, чего не было в Харуте за всю историю метеонаблюдений. Неблагоприятной для Харуты считается отметка в 920 сантиметров. К вечеру 6 июня вода в Азьве поднялась до критической в 940 и до сих пор продолжает пребывать. По словам начальника объединённой гидрометеостанции Наринмар Веры Волик, прогнозы неутешительны. К 10 июня уровень воды в Азьве может достичь 11 метров. Такого половодия в Харуте ещё не было. В этом случае будет подтоплено 80% территории посёлка. По информации главы Хасидахардского сельсовета Галины Филипповой, вода уже подошла к домам и затопила придомовые участки. Носка спокойная, нормальная, без памяти. Прибывает вода по 1 сантиметру, ну максимум всего 2 сантиметра. Подтоплена для домовых территорий всего 34, из них 23 жилых. Подтоплены дома 6, из них жилых 2. Граждане, которые проживают в определенных домах, значит, их 2 взрослых и 1 ребёнок. Один гражданин размещен у родственника, ребёнок размещен тоже у родственника, а один гражданин пока отказался от размещения. Но в доме у него воды нет, мы бешим это на контроле. В целом в зону большой воды могут попасть 53 жилых дома с населением 147 человек, из них 21 ребёнок. В здании школы для жителей посёлка подготовлен пункт временного размещения вместимостью 130 человек. Организовано круглосуточное дежурство и ежечасная связь с экстренными службами. Сегодня в Харуту также был направлен вертолёт со спасателями. На сегодня там работает оперативная группа от главного управления. Также направлено по решению, что КЧС обратились в ИПСО и в ПСС. То есть там 4 спасателя работают, помогают местным оперативным группам, помогать населению в эвакуации. И сегодня, насколько у меня есть информация, желание эвакуироваться в тот пункт временного размещения у жителей нет. То есть они самостоятельные родственники. Неутешителен прогноз метеорологов и для других населённых пунктов округа. Резкое повышение температуры воздуха, высокие снегозапасы и дожди приведут к подъёму поводковых вод на Печоре и её притоках. Максимальные уровни ожидаются 9-13 июня. Суточный рост воды составит от 90 до 320 сантиметров. Уровни воды на малых реках превысят среднемноголетние на 100-200 сантиметров. Ожидается, что 10-12 июня в районе Наринмара вода в Печоре поднимется до отметки в 600-630 сантиметров. При неблагоприятной в 620 и критической в 670 сантиметров. К сожалению, при уровне 600-630 сантиметров на территории города существует очень много мест, где вода может зайти с разных сторон, поэтому невозможно обсыпать весь город песком. Соответственно, ещё раз напоминаю жителям о бдительности и внимательности в эти дни, чтобы из подвалов, погребов были убраны все вещи в избежание их порчи, всего имущества, загерметизировать септики, погребные ямы. В случае, если вода поднимется до отметки в 600-630 сантиметров, в зону подтопления в Наринмаре попадут микрорайоны Качгард, Малый Качгард, Сахалин, Совхоз, Старый аэропорт и посёлок Мирный. В случае повышения уровня воды до 550 сантиметров, на территории города будет организовано круглосуточное дежурство.